Здравствуйте, дорогие друзья, с вами DR2R, и это из ряда вон выходящее видео. Как вы видите на своих экранах, Майнкрафт, но не все так просто. На самом деле, сегодня будет никакого стеба, никакого жевания соплей, только жесткач, только жесткая правда. Я бы хотел сделать некое откровение касательно Майнкрафта. Нет, я не собираюсь его записывать, кто этого ждал, этого не будет. Я хотел рассказать свои мысли, свое мнение по нескольким вещам. Как вы знаете, Майнкрафт в свое время, ну сейчас уже не так популярен, а в свое время был просто ого-го, чуть ли, ну не чуть ли, а самой продаваемой игрой. Вот, вот и я со своими друзьями попал под эту, так сказать, телегу. Играли мы в Майнкрафт, наверное, где-то версия 1.4, что-то там. В общем, создал я свой сервер, как многие делают, чисто для друзей, там у нас несколько человек было, мы играли. Вот, в конце концов, это дело надоело, мы это кинули. Потом при версии 1.7.2, на данный момент вот она как раз и есть, где-то, ну когда она только вышла, мы с одним и с другом решили еще раз попробовать. Там с шейдерами, ну вот сейчас вот они есть, в принципе, видно по свету, как бы новый такой, новое дыхание, что ли, второе дыхание, так сказать, открыли для себя и решили еще раз попробовать поиграть. Ну, поиграли, все было круто, в принципе, но потом это начало наскучивать и я пошел дальше, я начал всякие плюшки для сервера мутить. Ну, в принципе, многие так делали, да, искали какие-то плагины, там интересные дополнения, все такое прочее. Я же хотел пойти дальше. Не просто сделать плагины, а сделать настоящий играбельный сервер, который будет интересен всем. Ну, в принципе, Майнкрафт, я считаю, такая игра, которая может быть интересна всем возрастным категориям, то есть там от мала до велика, потому что возможности Майнкрафта, я считаю, просто великие. Если посмотреть на его, так сказать, взгляд изнутри, да, то есть раз он на движке Java написан, он просто много-много-много функциональный, можно вообще рассматривать, я считаю, как полноценный движок. Да, как бы ограниченный, то есть в графическом плане там еще как-то, но все же очень многогранный. В общем, сейчас перейдем к делу, но перед этим я хотел немножко показать. То есть играли мы, в общем, собственно, дом, тут, так, давайте я переключу камеру, так, да, вот так вот сделаем. В общем, все как обычно, тут ничего такого особенного, в принципе, здесь домик, там ферма, все такое прочее, ничего интересного. А вот здесь, здесь, я, в общем, решил извратиться и построить просто многоэтажное здание. Представьте, на сервере такая вот фигня. Куча человек играет, да, просто сотни, сотни человек играют. Есть возможность, то есть построены такие многоэтажки, ну, возможно, я просто поленился и, в общем, вот так вот наклепал и как бы забил на все остальное, там, на дизайн и все такое. Просто вот, тупо коробка, можно сказать. Вот, и представьте, на сервере такие вот стоят, то есть с более красивым дизайном, все такое прочее, дома, в которые можно зайти, само собой, но с функционалом, блин, там так темно. Давайте факел возьмем. С функционалом таким. Сейчас, 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 сейчас. Где у нас тут факелаты, елки, я так не играл давно. С ума сойти. Так, поиск, факел, мне нужен факел. Вот факел. Взяли. Так, вот представьте, ну, считайте, это подъезд, да? То есть тупо подъезд. Поднимаемся мы на третий этаж, раз я через второй пошел. И вот, это лестничная площадка, а вот это, это входы, это входы в квартиру. И представьте, на сервере такая тема, что мы просто можем купить квартиру и просто уже в ней располагаться. То есть я сделал так, что, ну, я думаю, это, в принципе, понятно, что можно сделать обои на стены там, ну, обои я имею в виду в какую-нибудь там свою текстуру, да, понастроить там, все такое прочее. То есть она будет запривачена, само собой, именно ваша квартира, то есть никто не сможет ее разрушить, там, загрифить и все такое. Вот. То есть можно поменять пол, можно поменять будет потолок. Легко все, и просто сделать проводку, если нужно, там, цвет поставить, где надо, где не надо. Вот. То есть, получается, на лестничной площадке у нас по 4 квартиры. Ну, как вот, в принципе, стандарт, да. Вот. Это у нас балкон, кстати говоря. Такой вот. Че-то там не прогрузилось, ну и черт с ним. Вот. И то есть получается, что это одна из грани вот такого вот, как я считаю, хорошего сервера. Ну, это интересно. Я всегда был склонен к копированию нашей реальной жизни в виртуальную. То есть это проще, это легче. Есть, да, там самп всякий, да, сан-андреас есть. Second Life, по-моему, игрулька тоже. Ну, там, правда, движок какой-то странный. Ну, в общем, есть, как бы, такие подвижки в этом плане. Ну, в общем, я посчитал, что Майнкрафт будет интересным аналогом. Это у меня, ребят, извините, я опять не выключил. Вконтакте. Вот. То есть одна из грани вот сервера. Как я считаю. Еще тему хотел показать. У меня была мысля, короче, сделать этот такой хоррор. То есть мы, допустим, здесь появляемся, у нас просто вот такое здание непонятное. Я еще делал мигающий свет, но у меня вот другая. Менее мощный компьютер был и все лагало. Жалко вообще. То есть представьте, идете по такому странному коридору. Тут полуразрушенный, полузаросший. Свет мигает там. Не знаю, монстры спаунятся. Я хотел сделать как данж. Вот всякие вот в играх. То есть инсты, данжи. Вот тут дерево поросло, такой постапокалиптический дизайн. Паутина там. То есть все, идешь, провалился там. Не знаю, ну по-моему это было бы круто. Просто фишка в том, что я сделал первый этаж, и у меня идеи кончились. Вот так вот. Просто банально. Я не смог придумать, как сделать, чтобы монстры спаунились. Как надо. Вот, тут вообще разрушенная тут квартира, здание. Таким вот образом. Что-то темно, наверное, да? Сейчас я свет сделаю. Вот так вот. То есть тут вообще какие-то непонятные растения растут. Так, ну на этой комнате у меня закончилась, в общем, фантазия. Сейчас еще одна комната, по-быстренькому. И дальше перейдем непосредственно к делу. Так, тут у меня товарищ мой помогал, тоже заросший грибами там всем. Вообще вода появилась, надо было сделать такой пролом в крыше, чтобы вода постекала. В общем, вот так вот. Дальше, дальше. Соответственно, чтобы купить квартиру на сервере, соответственно, надо заработать денег. Как видите, вот в правом, получается, да, в правой стороне экрана money, статы, да, money. То есть я сделал на сервере деньги. Ну, я опять же говорю, вот между нами, мы вдвоем играли, у нас были деньги. Деньги, которые реально можно было потратить на, допустим, на покупку территории. По-моему, я делал такое, я точно не помню. Ну, в общем, давайте дальше перейдем. Так. Телепорт, кстати говоря. Ну, это так, это, я думаю, уже не ново. Так, рассадник монстров, давай. Рассадник монстров. Как выбиваются деньги? Деньги выбиваются из монстров. Почему не появляются монстры, я не понимаю. Так, кого бы нам призвать? Давайте зомби просто, вот, банально зомби. Я себе сейчас орудие какое-нибудь возьму, чтобы наколотить. Вот так вот. Почему их нету? Звук есть, главное, да? Не помню. Может, я на сервере сложность отключал, поэтому их нету. А, может, здесь просто спавнится им нельзя? Давайте перейдем сюда. Чуть подлагалывает, по-моему, но это, блин, нету. Ну, а не фиг с ними, короче. Деньги, в общем, выбиваются из монстров. То есть, это все настраивается. Можно сбалансировать там спокойно, без проблем. То есть, выбиваются деньги из монстров. То есть, чем сложнее, соответственно, можно сделать. Чем сложнее мог враг. Тем больше денег вы поднимете. Можно сделать так же, чтобы, допустим, было соперничество. Я хотел сделать арену на сервере. То есть, нормальную арену. А не как вот там, не знаю, переходишь в портал, тебя переносит там на арену. Там непонятно какой там дизайн. Все вот так вот перестроено. Ну, это, я не знаю, по-моему, это хрень полная вообще. Должно быть все цивильненько, хорошо, красиво. Ну, вот смотрите, как здесь. Приходишь в город. Ну, это так, да, не город, а такой поселок, скажем, да. Тут каменные башни там. Ну, это чисто для дизайна, да, сделано было. Тут там у нас кузница, по ней видно, по-моему, да, что тут и печи стоят, и там наковальня стоит, короче говоря. Вот. Дом моего, собственно, товарища был. Вот, и так далее, и так далее. То есть, домики спокойно, все красиво. И цветочки, и домики красиво стоят. Все супер, по-моему, вообще. Тут причал у нас небольшой, пристань такая. Тоже въезд в причал красивый. Я не знаю, ну, по-моему, так должно всегда, а не нагромождение там этих зданий просто до неба, которые стоят. Это некрасиво. Ну, так вернемся к арене, да. Вернемся к арене. Хотел сделать арену, да, чтобы это было красиво, чтобы у нас были, допустим, турниры, были ставки, были бои между реальными игроками. То есть, или, допустим, между реальными игроками, так и между игроком и там определенным количеством мобов, да, на этом зарабатывать деньги. То есть, ты зарабатываешь боями. Ну, не знаю, как было, допустим, Zelda Scrolls в этом, в Oblivion, в четвертом, в Zelda Scrolls тоже вот что-то подобное было сделать можно. По-моему, классно. Вот. Дальше. Пойдемте дальше. Вот. Таблички. Добро пожаловать в кузню. Здесь вы найдете изделия из железа. Что это значит? Это значит, что у нас есть кузня. В кузне вы можете приобрести, как было написано, изделия из железа. То есть, реально. Вы можете подойти и потратить. Так. Можем мы потратить? Так, 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 сейчас. Надо с пустой рукой, по-моему. Не помню. Говорю, давно не заходил, поэтому, возможно, это... Опс. Ну, естественно. Ну, короче говоря, фишка была в том, что вы... Тут наказано админ-шоп. То есть, админ-шоп я имею в виду... То есть, это магазин, который... Цены, на которые указывает админ. То есть, эти вещи всегда в наличии. Цена у них такая вот, как написано, никак по-другому. Ну, и написано название предмета. Ну, собственно, он и показан на нашей витрине, в принципе. Вот. Таким вот образом. И, соответственно, нажав Buy и Sell. Возможно, видели, да, такой плагин? Мне кажется... Ой-ой-ой, что это? Довольно-таки интересно. То есть, мы нажимаем... Левой кнопкой было то, что мы покупаем. Правой кнопкой мы продаем. Соответственно, тут разница в цене в 10 раз. Поэтому продавать в админский магазин не имеет смысла. Но! Ну, то есть, на начальном этапе можно, там, не знаю, порубить зомби, прийти в магазин, купить себе, там, не знаю... Да, броню то же самое. Или купить броню, там, накладить еще больше денег. Купить уже, там, все необходимые вещи. Я не знаю, вдруг ножницы вам понадобятся. Ну, вы не хотите копать, вам уже вот здесь вот это копание. Просто, чтобы интересно было, да? Вот, вот, вот как раз. Чтобы купить, нажмите правой кнопкой по табличке около товара. Нам, по-моему, денег не хватает. Давайте я посмотрю. По-моему, я могу себе денег наколотить как админ. Что я делаю? Help! Help! Так, 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 так. Экономия. Ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба. Ба-ба-ба. Это не то. Help 2. Pay. Money. Как же, как же, как же. Base economy. Нет. Fixing, короче. То есть, деньги есть. Покупаем себе. Вот. Так же можете продать, нажимая левой кнопкой мыши по таблице. Таблички. Вот таким образом. Была движуха. И, в принципе, она работала. То есть, реально. Но, понятно, что вдвоем мы тут много не нагуляем, не наиграем. Продолжим, собственно. То есть, помимо этого, админского магазина. То есть, я хотел сделать и лесопилку, и сделать и кузню, сделать и какую-нибудь кузню более высокого уровня. Там, из серебра, из золота, да. Изделия. Соответственно, они будут дороже. И все такое прочее. То есть, вот. Помимо этого, можно было сделать... Можно было сделать вот так вот. Вставить сундук. Нажать на нем правой кнопкой. Я не знаю, будет работать или нет сейчас. Попробуем. Пам-пам-пам. 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 Где таблички? Я опять ничего не могу найти. И вот все забывается. Столько всего. Табличка. Табличка. Точно не помню, как. По-моему, вот так вот. Вводится... Так, допустим, название. Потом цена. Цена. Только все, по-моему. Нет? Попробуем. Что-то хрен сделал. Хрен с ним. Короче, фишка в чем? Сейчас объясню просто на словах. Фишка в том, что вы кладете... Допустим, хотите заняться бизнесом. Вам нравится, допустим, не убивать. Вам нравится копаться. Ну, как бы, к каждому свое, как говорится. Вам нравится копаться. Вы зарабатываете, накапываете руду. Много руды. И хотите ее продать. Продать ее и купить, допустим, что-то дороже. Накапываете руду. Ставите ящик. Неважно, около своего дома. Или там была мысля сделать реально рынок. То есть, с торговыми местами. Там, за аренду, за которую вы платите. То есть, это все реально. Это есть такие плаги. Ставите сундук. Ставите табличку. Пишите на ней цену покупки и продажи. То есть, допустим, вы хотите еще и скупать руду. Можно сделать, что нет. Вы не хотите скупать. Вы только хотите продавать. Ставите свою цену, заряжаете. Все. Пока у вас есть товар в сундуке, он будет продаваться. И деньги будут переходить к вам в непосредственно кошелек. Сразу просто. Где бы вы ни были, будет начисляться денежка. Вот таким вот образом. Такая вот простая экономика. То есть, ну, мне кажется, с ней вот просто Майнкрафт бы преобразился. И сервера вот всякие разные. Было бы круто. Тут, в общем, мы пытались сделать торговый центр. Фишка была в том, чтобы разного рода предметы, то есть, такие нестандартные какие-нибудь, продавать здесь. То есть, торговый центр, тут реально торговые места. Мы ставим там табличку с ценой, ну, рядышком, да, с товаром. И все, смотришь на товар, проходишь просто. Представьте, идете вы по торговому центру в Майнкрафте. Вы проходите, не, не так, покрасиво, с красивым дизайном проходите по торговому центру. Ищите что-то для себя, проходите, смотрите цены. Возможно, они будут меняться. Возможно, это будет писаться в новостях. Почему нет? Проходите, смотрите, 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 смотрите. Вам понравился предмет. Смотрите на цену, вас устраивает. Нажимаете, покупаете. Все, все вообще классно. Уходите из торгового центра с радостной и довольной покупкой. Все просто на самом деле. Вот. Ну-ка, давайте попробуем корову убить. Дадут нам за нее баблишко. Сейчас попробуем. Ну-ка. По-моему, с нее шанс там, крополюшный. Ну-ка, что ты забегал это? Елки-малки. Не дали нам? Не дали? По-моему, не дали. А давайте попробуем моба. Какого-нибудь. Свинья. Пускай будет свинья. Что бы нет. Куча свиней. Сейчас попробуем. У меня, так, заметим, 124 монеты. О, видите, видите? А, вы не видите, наверное, из-за меня. Короче. Со свиньи падают, ну, может, видите, да? По одному центу. Ну, понятно, свинья это дружеский, дружественный моб. Какие там горы, золото с нее не будут, конечно. Ну, это я делал, настраивал, пытался сбалансировать как-то. То есть, да, вы, получается, со свиньей все равно приятно. То есть, вы ходите там за мяском, да, себе, на охоту, так сказать. А со свиньей падает еще кроха денежка. По-моему, приятно. И вот таким вот образом вы ходите на охоту там не только на мяско, но и на этих вражеских мобов, с которых падает денежка. И, по-моему, это просто шикарно. Так, что дальше? Что-то я хотел еще. Забыл что-то, по-моему. Что-то я забыл. Сейчас, секундочку. Соображу. А, да. Еще для интереса игры я хотел сделать, и, в принципе, у меня это почти получилось, сделать так, чтобы, когда вы появляетесь только на сервере, да, ну, и, в принципе, на протяжении всей игры у вас, вы не только занимаетесь там продажей, покупкой, охотой, копанием, постройкой, там, да, вы также еще выполняете квесты. Квесты, то есть наподобие, допустим, построим лесопилку, да, ну, допустим, которая вас учит играть, да, ну, чисто банальные такие вещи, да, да, там, рубка дерева, там, еще что-нибудь, добывание руды. Ну, это на начальных, на начальных этапах, да, такое простенькое, как всегда. Вот, то есть, допустим, вы появляетесь, вы заходитесь в кузню, заходите, или, допустим, здесь стоит, да, персонаж там, стекло здесь, не стекло, здесь, допустим, стоит персонаж, который кузнец. Стоит кузнец, вы с ним говорите, я там, допустим, ну, не я, в смысле, прописать до этого какие-то диалоги. То есть, вы его спрашиваете, он вам что-то говорит, допустим, там, друг, мне нужна руда, ну, это кузня, да, мне нужна руда, друг, сходи, принеси, там, 20 штук, к примеру, да, я за это тебе, там, дам столько-то монет. Все, вы берете задание, идете, копаете, приносите, продаете, он такой, спасибо, там, все дела. Вот, один из квестов, допустим, типа, типа квестов, из видов квестов, вот так вот, правильнее сказать, наверное. Дальше, допустим, еще, вот, я рассказывал про квартиры, да, интересный момент придумал. То есть, по-моему, мне кажется, это не новое, вот то, что я все рассказываю, ну, возможно, возможно, кому-то это покажется в новинку, возможно, кого-то так заинтересует, что он захочет сделать такой сервер, возможно, захочет посотрудничать, я, в принципе, с удовольствием посотрудничаю с кем-нибудь, вот, в таких масштабах, мне кажется, это интересно. Кто-то, может, стырит идею, там, да, пожалуйста, вот реально, даже если стырить, я там, никаких авторских прав, у меня ничего нет, я просто выражаю свои мысли, и мне бы было очень приятно поиграть вот именно на таком вот высокоорганизованной, на таком сервере с высокоорганизованной структурой. То есть, никакого нагромождения, там, все четко, четенько. Ну, так вот, допустим, заходите на сервер, вам надо где-то жить. Чтобы где-то жить, вам нужен участок. То есть, сделать так, чтобы нельзя было хоть где строить, там, или, допустим, сделать громадную территорию, громадную территорию, в которой нельзя строить, допустим, это город, реально город. А в этом городе будут продаваться участки. Как пустые участки, так и участки с уже построенными домами. Ну, вы не хотите париться, вы хотите купить дом, допустим, и все, и как бы там хранить свои вещи. Не знаю, не знаю, встречаться с друзьями, там, такого вот типа. Все равно дом нужен по-любому в Майнкрафте. Там, прятаться ночью, типа того. То есть, вот, покупайте дом, или покупайте участок, то есть, соответственно, участок будет дешевле, разного размера, там, что дома, что участки. На участке, на пустом, строите свой дом, если хотите, но вам не нравится, допустим, дизайн, или вы действительно хотите что-то свое построить, просто-напросто. Покупайте участок, строите, никто вам, самое, против не скажет. за те же деньги, да? То есть, улавливайте мысль. Все схвачено, то есть, все крутится вокруг вот этих денег непосредственно, то есть, это важная тема. О, как красиво луна восстает, а мы с мечом. В общем, это все в принципе просто, то есть, как бы ничего сложного, понастроил дома, там, подобавил участки, выставил на продажу. Тоже плагинов, таких моря, и как бы не проблема. Я хотел вот как сделать. То есть, помимо этого, сделать еще дома под застройку. Что это значит? Вы нанимаете строителя, который, ну, то есть, покупаете участок, вы нанимаете строителя, который будет строить вам дом. То есть, не реального игрока, а реальный NPC, который будет строить дом. То есть, серьезно. Вы просто можете стоять и смотреть, как он строит вам дом. То есть, это будет дешевле, чем купить сразу дом, но это будет дороже, чем купить пустой участок. Но при этом, Мне кажется, это создаст просто атмосферу, реально, особенно на начальных этапах, когда все строится. Это круто, по-моему. Вот таким вот образом он строит дом. Единственное, что ему нужно будет от вас, это материалы. То есть определенное количество досок, то есть это все сразу же будет прописано. Возможно, даже картинка дома или где-нибудь на сайте, картинки дома. Вот, и определенное количество материалов вы ему приносите, он строит дом. Допустим, у меня закончится материал, он остановился, ждет, пока вы принесете материалы. Такого вот плана. И я думаю, что это реально. Просто я, извиняюсь, тогда так загорелся идея, я реально прошаривал все форумы, все бакеты через сайт иностранный. Английский, по-моему, ну или американский, ну короче, алгоязычный. Вот, пытался как-то вот все вот это вот оживить, чтобы все было супер просто. Вот, но я пришел к тому, что я, у меня либо начали плагины между собой просто не стыковаться, то есть они один поставишь, ну точнее другой поставишь, у тебя первый слетит. Или наоборот, то есть первый не будет работать из-за него. Потом вообще все сломалось. Вот, такое бывало. Или там работает не так, как нужно. То есть вроде бы как бы сам по себе плагин то, что нужно, а как он реализован тебе не нравится. То есть вот я про сундуки рассказывал. Была тема, то что ты ставишь сундук, кладешь вещь, прописываешь на табличке, сундук превращается в витрину. То есть стоит сундук, а на нем сверху крутится предмет, который вы продаете. То есть вы нажимаете на сундук, там правой, ну так же правой-левой кнопкой, там покупаете, продаете. Но при этом вы видите не табличку, как вот я рассказывал, а вы видите реально предмет, который крутится. Вы его видите и понимаете, что хотите купить. То есть там, по-моему, в табличке было то ли английское название, то ли что в этом роде. Вот. Но он не работал вот с этими деньгами. Вот. Ну и короче, я уперся в то, что нужно писать свои плагины. И, соответственно, я не остановился на этом. Что, я рыжий что ли? Ну это я так, к слову, пошел изучать Java. Ну как пошел там, и всякие там самоучители и все такое прочее, потому что бюджета у меня нет, там, обучаться этим делам всем, идти в какие-нибудь организации, да. Ну и вот. Начал смотреть, что такое Java. После некоторого времени я понял то, что без азов программирования Java я, не знаю, осиливать буду лет сто. Соответственно, нужен был человек, который шарит, по крайней мере, примерно, что такое Java и как это все делается. Вот. И то есть таким образом мы могли создать действительно плагины, которые нас удовлетворяют полностью, которые будут работать в совокупности с другими плагинами, которые будут дополнять друг друга. Вот. Но, к сожалению, вот на этом все остановилось. То, что я вам показал, в принципе, все. Вот. То есть, понимаете, подведем итоги тогда. В общем, получается, я хочу, я хотел бы поиграть на сервере, который с высокоорганизованной структурой. Как экономической, так и инфраструктурой, да. С красивым дизайном, не с нагромождением всякого барахла, извините уже. Вот. Возможно, такие серверы есть, не знаю. Еще раз повторюсь. Я не находил, реально. Вот. Ну и, собственно, к чему это все это я веду-то? Я хочу от вас. Нет ни лайков. Не лайков я хочу от вас сегодня, а хочу от вас, чтобы вы подумали над этим, вот над вышесказанным, да. Вот я уже больше получаса распинаюсь, наверное, минут 25 рассуждая об этом сервере. Подумали об этом и написали в комментарии. Вот действительно, как вы считаете, идея на миллион? Ну, это я так, метафорично выражаясь, да. Или все же это просто провал, и нафиг она никому не нужна. Серьезно. И еще занялись бы вы этой разработкой. То есть интересно ли было вам делать подобный сервер в игре Minecraft. Вот. Все, собственно, то, что я хотел сказать. Ну вот. Думаю, все. В общем, с вами был ZR2R. Это были откровения, так сказать. Надеюсь на ваше понимание. Жду конструктивной критики. Действительно. Так что пишите в комментарии обязательно. Очень важно знать ваше мнение. Ну, я думаю, на этом все. Спасибо, ребят, за просмотр. С вами был ZR2R. Увидимся.